Всем привет! Сегодня мы рассмотрим таблицу виртуальных функций, но немного с другой стороны. Вот, с какой же именно. То есть это видео можно отнести к категории исследовательских видео, в которых с разных сторон смотрим на те или иные возможности языка. И то, как все это устроено. Вот. Практического применения придумать сложно тому, что мы сегодня будем делать. Как я уже сказал, это исследовательское видео. Соответственно, где-то кто-то что-то может для себя новое узнать, как устроена таблица виртуальных функций. Вот. То, что сегодня будет показано, это грубейшее нарушение правил языка C++. Соответственно, это грубейшее нарушение и объектно-ориентированных подходов, и т.д. и т.п. Но, как я сказал, это исследовательское видео, и дальше этой лаборатории, так сказать, оно не уйдет. Вот. Конечно же, исходный код к этому проекту будет на гитхабе, и ссылка будет в описании. Вот. И теперь давайте вкратце, что вы сегодня увидите. Здесь будет 4 примера. И что вы увидите? Вы увидите, как взять адрес таблицы виртуальной функции. Раз. Дальше. Как поменять местами эти адреса? То есть, будут два объекта абсолютно разных, и мы поменяем местами эти таблицы виртуальных функций. Соответственно, объект А будет вызывать функции объекта Б, а объект Б – функция объекта А. Дальше. Дальше вы узнаете, как подменить, поменять местами уже не таблички виртуальных функций адреса эти, а непосредственно функции. То есть, объект А будет иметь у нас две функции, А и Б, и, вызывая А, вызвется Б, а вызывая Б, вызвется А. То есть, мы проведем подмену адресов этих функций. Есть. И что вы еще увидите и узнаете? Как не подменить, а перезаписать функции другими функциями, которые вообще не относятся к конкретному классу. То есть, будет отдельная функция, в данном случае это будет, к примеру, вот локальный лямбда функции, и мы эти функции, адреса этих функций, запишем в табличку виртуальных функций для конкретного объекта. Вот. Это то, что вы сегодня узнаете и увидите. Соответственно, если вам интересно, то не переключайтесь и внимательно смотрите весь ролик до конца. Вот. Итак, приступим. Пример первый. В примере первом, что у нас есть? То есть, у нас есть класс А, Base А, и класс Base B. Это базовые классы, которые, конечно же, содержат виртуальные функции. И они, вот, можно сказать, одинаковые. Их не начинка, то есть, точнее, составляющая. Есть одна функция, виртуально F, и одна переменная. Но это не столь важно, а не суть важна. Далее. У нас есть еще два класса наследника. То есть, один класс наследуется Чилд А от Base А, и второй Чилд Б от Base B. То есть, по факту, это у нас два разных класса. Так как они наследуются от разных классов, вот, и, как бы, это два разных класса. Вот. И мы создаем два объекта. То есть, посредством указателя на базовый класс. В данном случае у нас будет ПА и ПБ. Вот. И вызываем две функции. То есть, ПА вызывает функцию F, свою же, которая перекрыта. Вот. А ПБ объект вызывает свою функцию F. Вот. Ну, давайте запустим и в режиме отладки, то есть, дебага, посмотрим, что происходит. Запускаем. И, и, и. Так. Вот у нас есть объект ПА. Смотрите за мышкой. И объект ПБ. Вот у них есть конкретные адреса. Память для них была выделена. Вот. И для каждого объекта, в самом начале, мы уже знаем, по поводу виртуальных функций, у меня уже было видео, вот, находится табличка виртуальных функций, которая в свою очередь уже содержит вот эти виртуальные функции, которая содержит виртуальные функции. Вот. И давайте посмотрим. ПА вызов функции F и ПБ вызов функции F своей. Соответственно, мы видим, вызываются абсолютно разные функции. То есть, Чилд А и Чилд В. Все очевидно. Далее. Вот две строчки. Это я так записал. Эти перемены здесь не используются, но записал для того, чтобы было, чтобы было. Вот. Чтобы в случае чего вы увидели какой-то комментарий и, может быть, что-то вспомнили. Так вот. Вкратце. У нас есть объект ПА. У него есть, ну, к примеру, вот такой вот адрес. Вот он. И в данный момент у меня 64-разрядная система и компилятор, соответственно, тоже 64-разрядный. Соответственно, объект ПА содержит вот какой-то адрес. Значит, и он наследуется от кого-то, а у того кого-то есть виртуальные функции. Значит, автоматически будет создана табличка виртуальных функций. И вот в первых 8 байтах, так как это 64-разрядная система, то первые 8 байт будут содержать адрес таблицы виртуальных функций. В данном случае, вот он. Здесь адрес не пишется. Такова особенность этого отладчика. Но вот он. Мы видим ВПТР. То есть, табличка виртуальных функций. И здесь у нас содержится массив. Находится массив. В этом массиве содержится адреса функций, перекрытых функций. В данном случае, вот, содержится адрес функции Чилд А, то есть класса Чилд А, Ф. У объекта ПБ все то же самое. Табличка виртуальных функций, в которой, в которой в этой табличке первым элементом адрес функции объекта, класса Чилд Б и функции Ф. Так вот, первые 8 байт содержат этот адрес. Перейдя по этому адресу, к примеру, вот он вот такой, мы перешли. Там у нас находится массивчик. В данном случае, там длиной пусть один будет. В котором у нас содержатся адреса уже конкретных функций. Вот, то есть получается у нас это указатель на указатель. Вот, то есть, соответственно, вот это у нас что? Мы просто создаем указатель типа Void и записываем сюда адрес объекта ПА. Но это адрес объекта ПА, вот он, вот этот адрес. Но нам же нужно получить адрес таблички виртуальных функций. Делается это вот таким вот способом. Мы объект ПА приводим к указателю на указатель и разименовываем. И в данном случае мы получаем адрес таблички виртуальной функции. В данном случае это ПВБ, вот он. И отладчик нам показывает, что это адрес таблицы виртуальной функции. То есть мы непосредственно взяли вот этот адрес. Далее, теперь же мы в этом примере поменяем местами табличку виртуальных функций. То есть перезапишем адреса для объекта ПА. То есть ПА запишем адрес таблички ПБ, а в ПБ адрес таблички ПА. Вот. Наблюдаем, смотрите за мышкой, и наблюдаем, что у нас произойдет. Вот. Выполняем. Есть. Что мы видим? Мы видим, что адрес таблички виртуальных функций для объекта ПА изменился на табличку виртуальных функций объекта ПБ. То же самое и для второго происходит. Теперь, смотрите, перед этим мы вызывали функции FF. Это разные объекты. Все было очевидно. Ну вот сейчас, казалось бы, результат должен быть таким же. Но нет. Мы поменяли адреса этих табличек виртуальных функций. Соответственно, выполнение, то есть результат не тот, который мы ожидали. Вот. Мы-то здесь его-то и ожидали, но кто-то может его совсем не ожидать. Если вы будете делать вот такие вот вещи. Есть. Первый пример разобрали. То есть, вот пример, как поменять эти адреса табличек виртуальных функций. Теперь давайте рассмотрим второй пример. Что у нас во втором примере? Так. Убрали. Вот пример Б. В этом примере у нас уже есть только один класс, BaseA, в котором две функции. FA и FB. И есть наследник, который перекрывает эти функции. И все отлично. Что сделаем мы в этом примере? В этом примере сделано следующее. Мы берем адрес функции FA и адрес функции FB. И меняем местами эти адреса. Соответственно, при... А, нет, в этом случае еще не меняем. Это в следующем примере. Прошу прощения. Здесь мы просто взяли функции, адреса этих функций. И вызвали их непосредственно как просто функции. То есть указатели на функции. То есть вызов в предыдущем примере мы непосредственно с помощью объекта вызывали. Вот. Вот объект. И вызывали эту функцию. В этом же примере это просто объявленный. Вот TypeDef у нас. Создается указатель на функции. На какую функцию? Функцию void, которая ничего не принимает. Совершенно верно. Вот у нас эти функции void. Они ничего не принимают. Так вот. Мы взяли адреса этих функций. И вызвали их. Давайте посмотрим на результат. Опять-таки, повторяю, это очень небезопасно. Но мы исследуем, можно ли это сделать. Это исследование, кстати, вам может помочь, если вы попробуете решить, точнее реализовать виртуальные функции для языка C, которые не объектно-ориентированы. Вот. То есть очень хорошая задачка. Итак, продолжаем. Вот мы взяли два адреса. То есть у нас есть табличка виртуальных функций. И мы приводим ее. То есть адрес. И мы приводим ее к указателю на указатель. То есть по факту мы доступаемся вот к этому адресу. То есть непосредственно к адресу конкретной функции. Так как это у нас табличка, то на первом месте у нас первая функция, которая описана. На втором месте, то есть во втором элементе, вторая функция. То есть если бы тут дальше были еще там виртуальные функции, еще там их штук пять, то соответственно вот с помощью индексации мы бы доступились к ним. Итак, вот мы сохранили адрес функции FA. Вот он есть. И адрес функции FB. Все отлично. И теперь мы присваиваем. Вот мы создали переменные этого типа. А этот тип у нас указатель на функции. И вот мы присваиваем, приводим их к... Потому что просто так вот присвоить без приведения, без сишного приведения нельзя. Вот. Но здесь многое чего можно. Соответственно, все у нас работает. И теперь выполняем этот код. То есть непосредственно вызываем с помощью указателей на функции. И что мы видим? Вызываются FA и FB. То есть функции вот этих вот объектов. То есть вот этого вот класса, точнее. Есть. Сделали. Теперь рассмотрим третий пример. В третьем примере... Сейчас мы посмотрим, что же сделано в третьем примере. В третьем примере мы... Мы, мы, мы... Подменяем этих... То есть меняем адреса этих функций друг с другом. То есть в самом первом примере мы меняли... Брали две таблички виртуальных функций адреса и меняли их местами. В этом же случае мы конкретно поменяем в этой табличке адреса. То есть вот, к примеру, вот у нас FA и FB. То есть мы поменяем адреса. Сюда запишем адрес непосредственно этой функции, а сюда адрес вот этой функции. Так, ну давайте я это оставлю. Вот. Напрямую, напрямую это сделать нельзя. Что значит напрямую? Напрямую доступиться... Ну давайте я сейчас запущу. Вот. И посмотрим. Что, что, что тут. То есть у нас аналогично предыдущему примеру. Есть указатель на функции. Есть две переменные. Есть адреса этих функций. Вот. И. И, и, и. То есть сначала я выведу адрес таблички виртуальных функций. Давайте посмотрим. Вот он. Как вы видите, такой адрес начинается там с 56 и т.д. и т.п. А вот второй адрес начинается с 7FFF. Это как бы та область памяти, куда нам можно доступаться, можно читать, можно записывать. А в эту область памяти записывать нельзя. То есть будет, будет падение программы. Если вы это раскомментируете, то произойдет краш, падение. Соответственно, я создал для этого структуру, и в которой описал две переменные. То есть указатели на функции. Так как у меня есть класс, у которого есть две перекрытых функции. Вот они в данном случае. Соответственно, аналогично я здесь описал. То есть это якобы моя новая табличка виртуальных функций. В эту табличку, якобы табличку, я записываю на первое место адрес функции PFB, которую я взял уже у таблички, у объекта PA. Ну, а на второе место записываю адрес функции FA, которая как бы первая. То есть по факту я, грубо говоря, так якобы создал новую табличку виртуальных функций. После чего, то есть вот по тому адресу, что мы видели 5 там с чем-то, мы туда залезть и записать туда это не можем. Вот, это не разрешено. Но для объекта, готового объекта, память для которого выделяется в той области памяти, которой нам разрешен доступ, я могу подменить вот эти вот, доступиться к первому 8 байтам, перейти туда. Вот, в данном случае, к этим байтам перейти и вот сюда вот записать нужную мне информацию. И дальше вот этот адрес подменить. То есть так как у меня объект уже готов, то есть я могу спокойно подменить вот этот адрес. Но ни в коем случае по нему я не могу перейти в первоначальном варианте и изменить, да, потому что та область памяти защищена. Давайте запустим еще раз. Вот я получил адреса этих функций и вот я создал структурку. И, и, и в этой структурке я, смотрите, что записал. F, A, то есть на первом месте у меня указатель на функцию F, B, а F, B указывает на функцию F, A. Теперь я беру свой объект, привожу его к указателю на указатель на void, разыменовываю его и записываю туда адрес вот этой моей новой якобы таблички виртуальной функции. Вот, взял адрес и записал туда. Соответственно, F, A, то есть я сейчас перезапишу этот адрес другим адресом. Смотрим, вот F. А, я уже это сделал вот только что, да. То есть я перезаписал, и теперь у меня, как вы видите, функции в другом порядке. Соответственно, кто-то, к примеру, вот вызывая эту функцию P, A, F, A, думает, что будет вызвана вот эта вот функция. Но не тут-то было, будет вызвана совсем другая. Смотрим, F, B и F, A. То есть они в другом порядке были вызваны. Вот, соответственно, я думаю, вы поняли, что я сделал. В любом случае, этот код вы можете скачать и поэкспериментировать. Вот, есть третий пример, разобрали. То есть мы подменили адрес таблички виртуальной функции. Вот, и в четвертом примере, что мы сделаем? А мы сделаем следующее. Все так же у нас будет две функции. Мы возьмем, мы даже их адреса не будем. Мы создадим якобы табличку виртуальных функций. И туда запишем совершенно другие функции, которые вообще не относятся к этому классу. Вот они. В данном случае это локальные функции, лямбда выражения. То есть можно что угодно записать. Вот, в данном случае я использовал просто локальные функции, в которые мы делаем какие-то грязные делишки. DoDutyDits, да? АА и DoDutyDitsBB. Вот, ну мало ли. Может, какие-то кулхацкеры так и делают. Внедряются в проект какой-то, в процесс точнее. И, возможно, не знают, из чего. Полное описание объектов, из чего они состоят, к примеру. Вот, ну и вот таким вот образом подменяют адресочки и делают какие-то грязные делишки. Вот. То есть это нам вот уже знакомо. Это якобы наша табличка виртуальных функций. Сюда мы записываем непосредственно наши адреса. Вот. Наших локальных функций. Так, давайте вот сюда посмотрим. Раз, два. Вот записали. Вот записали. Вот мы видим, это лямбда выражения, лямбда функции. Просто лямбда. Разные названия. Вот функция, которая вводит. И что мы делаем? Ну, в данном случае, опять-таки, вывожу адрес. Адрес. Табличка виртуальной функции. До. Меняю ее. И вывожу после. И теперь кто-то, вызывая функцию F, A для объекта P, A, совершенно не ожидает, что будут сделаны чьи-то грязные дела. Вот. Конечно же, если мы сейчас создадим P, B объект, то для него будут вызваны те функции, которые нужны. Если бы нам разрешалось бы доступаться непосредственно аж по тем адресам, где непосредственно уже в скомпилированном виде лежит информация о табличках виртуальных функций и т.д. и т.п., то, конечно же, сколько бы, то есть, сделав вот так вот, и полез, если бы мы полезли конкретно к тем адресам, то для всех объектов вот этого, ну, скажем, типа, да, вызывались бы вот эти вот функции. А в данном случае это конкретно для вот этого P, A. Вот. Ну, надеюсь, что-то я вам допрояснил. Если что-то не до конца прояснилось, то, конечно же, берите и исследуйте. Потому что понимание приходит тогда, когда мы берем и исследуем. Так. Поэтому, поэтому берем, исследуем и, 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 и работаем, в общем. Изучаем все. Много есть чего, что можно изучить и исследовать, пока лупать. Но много из этого на практике применять нельзя. Вот. Поэтому, поэтому хотел бы, конечно же, напоследок извиниться перед Бьярным Страуструпом. Вот. Который, конечно же, я надеюсь, смотрит мои видео. Лайкает их. Делится там со Скоттом Мэйерсом, с Александреевским и подобными хорошими людьми. Вот. И надеюсь, у него глаза не закровоточат после того, как он это просмотрит. Соответственно, Бьярн, прости меня за это, но это из моих исследований. Вот. Поэтому, на сегодня все. Обязательно подписываемся. Количество подписчиков влияет на популярность канала, а популярность канала влияет на количество тем абсолютно на разной тематике, на их качество и т.д. и т.п. Вот. Поэтому подписываемся, жмем на колокольчик, ждем новых видео, комментируем, делимся. Ну и до новых встреч. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok